От пищи физической переходим к пище духовной. В Казани стартовала и идет 5-я республиканская акция «Музейная весна Татарстана-2018». Мероприятие приурочено Году добровольца, волонтера в России и Году Льва Толстого в республике. В эти дни Национальный музей Республики Татарстан подготовил для гостей обширную программу. Библия ночи, концертная программа «Весенние ноты» уже состоялись. Что будет еще, узнаем у заместителя генерального директора музея по развитию Зарины Сафиной. Доброе утро. Здравствуйте. Впереди еще 4 дня акции. Да, если мы не ошибаемся, что будет интересного, расскажите, пожалуйста. Акция в самом разгаре. Я могу сказать, что в этом году, во-первых, акция «Музейная весна» юбилейная. Уже в пятый раз. Она проводится не только у нас в Казани, но и во всей республике. В этом году к этой акции подключилось ровно 233 музеи. В эти дни, что, собственно говоря, мы делаем, какая наша цель? Мы развиваем свою сферу музейной деятельности. Мы работаем в эти дни с партнерами. К нам приходят поэты, писатели, публицисты, актеры. То есть люди, которые хотят рассказать о своем творчестве и донести это до широкой публики. Ну, конкретно, какими приятелями? Конкретно. Вот, например, завтра у нас состоится литературный вечер, посвященный 140-летию Гаязе из хоккеи. В рамках года волонтеров у нас сегодня встреча с самими волонтерами, которые будут принимать участие во многих мероприятиях, которые грядут у нас в этом году, связанные с чемпионатом мира по футболу. И вообще расскажут, как стать волонтером. Далее, в рамках года Толстого у нас также ожидается встреча с почитателями творчества Льва Николаевича. А 26 апреля у нас будет торжественное вручение паспортов. И вручит их детский поэт-празаик Борис Вайнер. Неожиданный поворот. Интересно. Я думаю, запомнится тем, кто получит эти паспорты. Конечно. И вообще мы считаем, что вручение паспортов всегда должно происходить в торжественной обстановке. Да, чтобы запомнилось, конечно, на всю жизнь. И чтобы это запомнилось на всю жизнь. И когда человек получает свой паспорт... Взрослый, первый взрослый документ. Совершенно верно. А еще из рук знаменитого человека, то это вдвойне радостно становится. 26 апреля, раз уж мы затронули эту дату, мы знаем, что еще будут два мероприятия, посвященные... Во-первых, день рождения Тукая, да? И также день... Родного языка. Совершенно верно. В рамках этого дня у нас литературный музей Габблатыкая. Он сейчас находится на стадии строительства. Сотрудники в стенах нашего музея проведут литературно-музыкальную композицию. А также мероприятия, специально подготовленные для детей. Вот. По сказкам Тукая. Вот я как раз, да, хотела уточнить, для какого возраста рассчитаны все эти мероприятия? На самом деле все мероприятия рассчитаны для всех возрастов. К нам приходят и дети, к нам приходит и семейная аудитория. Вчера, например, в стенах нашего музея очень много было людей третьего возраста, так сказать, где проходила встреча с Лигой арабских студентов. Они подготовили специальную программу, собрали полный зал, рассказали о странах, в которых они живут, и как, собственно говоря, они живут здесь у нас, в Татарстане. Надо сказать, живут очень хорошо. Им очень нравится. Для детей будут еще и мастер-классы. Совершенно верно. Вообще сейчас Национальный музей по полной программе развивает именно сферу мастер-классов. Потому что, во-первых, это очень интересно, когда человек, увидев экспонаты, ходив по экспозиции, приходит и может что-то запечатлеть на память. У нас работает интерактивная площадка «Татарстан. Наш общий дом», где и дети, и их родители могут прийти. Например, это роспись по дереву, либо это мастер-класс по керамике, по глине, точнее. Можно изготовить такого необычного котика. Называется «Кот-коток» мастер-класс. Из опыта прошлых лет какие мастер-классы самые популярные? Вы знаете, мастер-классы очень много популярных, но одним из самых популярных мастер-классов – это «Напиши свое имя арабской вязью» в технике каллиграфии. Да, вот это никого не оставляет равнодушным. И, конечно же, что касается мастер-классов по глине, либо само название как-то может человека создать такую некую интригу. Вот, например, в рамках «Библионочи» 21 апреля мы делали мастер-класс в закладке. Вроде бы из бумаги и с померением других материалов, но тоже вызвало очень большой интерес у посетителей. А кто проводит эти мастер-классы? Эти мастер-классы проводят наши сотрудники. То есть они у вас такие умельцы? Да, но все-таки мастера. Совершенно верно. Наши научные сотрудники, которые закончили наши университеты казанские. Все очень разносторонние, все очень талантливые. А есть какие-то мастер-классы, которые в этом году будут впервые проводиться? Впервые проводиться. Ну, наверное, каждый мастер, он работает по-своему. Вот, например, у нас новый мастер, который работает по керамике. Она изготавливает, учит изготавливать панно. Потом, через несколько дней, к нам вновь приходят эти посетители с уже с готовой продукцией, так сказать, и разукрашивают ее красками. Ну, то есть практически каждый мастер-класс это много. Как домашнее задание получается. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы правильно понимаем, что все это бесплатно, да? Ну, смотрите, вход бесплатный, но какие-то мероприятия... То есть с 21 по 26 апреля мы всех гостей ждем в целом нашего музея. Да, а в какое время? Наш музей открывается ровно в 10 часов и до 6 часов. А в рамках «Библиной ночи» мы работали до 10 часов вечера. Ага. Ну что ж, отлично. Мы заинтересованы. Придем лепить что-нибудь из глины. Обязательно. Интересно. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Благодарим вас за интересную и полезную информацию, которой мы обязательно воспользуемся. Спасибо.